Дома муниципальные, а земля в федеральной собственности. Передать их на баланс округа мешает мораторий на распоряжение имуществом научных организаций подведомственных Миноборнауки. Писали обращение в Росимущество, получили отказ, но арбитражный суд Московской области 30 января признал его незаконным. Оно пока не вступило в законную силу. Мы ждем, будет ли обжаловано со стороны Росимущества, пока у нас информации об этом нет. Если Росимущество не подаст апелляционную жалобу, соответственно, в марте месяце оно вступит в законную силу, и после этого мы сможем подать документы на регистрацию, и все эти участки окажутся, соответственно, в муниципальной собственности. Поскольку земли федеральные, то обслуживать их муниципальные службы не могут. Впрочем, жильцам домов, оказавшимся в сложной юридической ситуации, от этого не легче. Поэтому сотрудники администрации большой участок федеральной земли предложили разделить. Та, на которой расположены дома, передать муниципалитету. С этим согласны и в Миноборнауке, и в научном учреждении. Впрочем, мораторий по-прежнему действует, и, скорее всего, этого тоже придется добиваться через суд. Вероятнее всего, мы получим ответ о том, что разделить не могут и передать нам не могут. Обратимся также в судебном порядке и постараемся как можно оперативнее в судебном порядке получить решение суда в нашу пользу. Но не только земельные вопросы волновали жители поселка Внеисок. Здание детского сада номер 6 было построено в 2007 году, но уже в сентябре прошлого оно было признано аварийным. После анализа ситуации стало понятно – капитальный ремонт здесь не поможет. После проведения совещаний и консультаций со специалистами и, в первую очередь, с экономическим блоком, было все-таки принято решение, что эффективнее с точки зрения экономической и использования в дальнейшем детского сада, все-таки существующий садик снести и построить новый. Чтобы разгрузить Дубковскую школу, в планах организовать подвоз детей в образовательный центр «Багратион» в более долгосрочной перспективе, возвести пристройку к переполненному образовательному учреждению на 1050 мест. А вот к строительству поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» уже приступили. Сейчас готовят для нее площадку. По плану объекты должны сдать в 26-м году, но подрядчик обещает завершить работы раньше, к концу 25-го. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.